Кому абсолютно неизвестный, скромнейший человек, добрейший душит, случайно застали за выколупыванием черепков и призвали к ответу. Ужас. С научным сотрудником музея и оранжереи, ботанического сада. Плохо, заново. Да, да, да. То есть представлять вас как научный сотрудник сада. Ботанический сад. Да. Достаточно. Здравствуйте. Приветствую вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы находимся в ботаническом саду Петра Великого. И хотели пообщаться с научным сотрудником сада. Редкий момент, когда можно понаблюдать за тем, что происходит в оранжереях, когда здесь никого нет, за изнанкой. То, что никогда никто не узнает на экскурсиях и не увидит. Здравствуйте, Юрий. Добрый день. Да. Расскажите вообще, что сегодня происходит в оранжерее. Ну, вначале начнем с того, где мы находимся, действительно. Это оранжерея так называемая викторная. Специально построенная для одного единственного растения. Виктория Королевская, Виктория Регги. Все ее знают как самую крупную в мире кувшинку. С огромными листьями, практически двухметровыми. Оранжерея построена очень давно. Но это, фактически, наверное, самая молодая оранжерея всего нашего оранжерейного комплекса. Входит она в комплекс большой пальмовый оранжерей. И вот рядом прилегающая оранжерея. И она построена в самом конце 19 века. И весь 20 век в ней выращивается Виктория Регги. Наш сад уникален. И уникален, наверное, тем, что, наверное, один, может быть, из немногих, а может быть, единственный в мире, который выращивает Викторию как однолетнюю фиалку. Каждый год садоводы опыляют цветок Виктории. Причем эта процедура достаточно сложная. Дело в том, что Виктория опыляется всего одним видом жука. Там большое количество лепестков. Их нужно ему разгрызть, туда пролезть, покопошиться. Собрать пыльцу, перенести на другой цветок. А сделать все ту же самую процедуру. Но всем этим делом занимаются садоводы. После того, как цветок опылился, семена вызрели. Соответственно, собираются эти семена, хранятся до зимы. И на излете нового года высеваются в отдельной оранжереи. В разводочной оранжереи, где несколько месяцев образуются проростки этого самого растения. А вот дальше начинается самое интересное. То, что мы сейчас можем наблюдать. В феврале месяце вся вода из огромного бассейна спускается. Причем бассейн тоже имеет свою значимость достаточно для ботаники. Дело в том, что это самое большое круглое сооружение, круглый водоем для Виктории Реги в Европе. Больше его нету нигде. Есть квадратный, есть прямоугольный, есть совершенно разных форм. Но круглых, вот таких, как у нас, нет больше ни у кого таких размеров. В нем помещается порядка 110 кубов воды. В нем несколько уровней, вы сегодня можете видеть их. И по центру этого бассейна сделан остров. На который ежегодно насыпается порядка, наверное, 15 кубов земли. Причем не просто земля насыпается, а заранее готовится, свешивается с органикой, готовится. И все это делается лишь потому, что за время своего очень интенсивного роста Виктория за летний сезон практически съедает все органические соединения в почве. Соответственно, воду слили, заново отсыпали остров, подготовили посадочные места, сделали глиняные замки. И дальше доводится до стерильного состояния, моется весь бассейн внутри, вычищается, чтобы не было никакой бяки. И, соответственно, потихонечку начинается заполнение обратно этого самого водоема. Ну, соответственно, через некоторое время процесс наполнения начнется. Когда вода достигает почти верха не бассейна, а острова, в нем откапываются, собственно говоря, посадочные места, которые заранее определены, и в них сажаются проростки Виктории. И продолжается процесс заполнения водой. Через некоторое время уровень воды подымается, тонут те самые проростки Виктории, и все начинается развиваться так, как должно развиваться в природе. Через некоторое время из-под воды вылезают листья кувшинки, начинают расти, каждый лист становится крупнее, мощнее. Ну и, как говорят садоводы этой оранжереи, примерно на 53-м листе появляются первые бутоны. Соответственно, бутоны достаточно крупные, мощные, и цветение происходит всего два дня. На первый день Виктория распускается белыми цветами, точнее сказать, не день, а, по идее, она должна распуститься вечером или под ночь. Иногда последние группы, которые к нам приходят, посетители в районе 4-5 часов, застают начало распускания этой самой Виктории. Она цветет до утра, второй день она закрывается, вечером распускается уже розоватой, в природе она становится почти фиолетовой темной, свекольного такого цвета. Еще через день цветение закрывается и опускается под воду. Ну вот, собственно говоря, такая примерно схема цветения и работы этой оранжереи. Ну и в момент цветения опять садоводы прибегают, опять опыляют, и все начинается заново. Ну это очень трудоемкий процесс. А когда же посетители смогут полюбоваться всем этим? Когда откроется? На самом деле все происходит ежегодно, примерно в одни и те же сроки. Агротехнически наши основные мероприятия в феврале-март месяц. Уже в конце мая, обычно мы 1 июня, открываем оранжерею полноценную, цветущую, с большими листьями Виктории. Кроме этого, здесь еще несколько сот видов растений прибрежной растительности, тропической, эпифитной растительности. То есть здесь можно увидеть довольно много растений. Специально для того, чтобы посмотреть Викторию и Большую пальмовую оранжерею, выделяется отдельный маршрут, так называемый, Викторный, где экскурсия длится те же самые 50 минут, что и по другим, по тропическому, субтропическому маршруту. И, соответственно, люди могут здесь много чего узнать и о водных растениях, прибрежных растениях, о мангровых растениях и, собственно говоря, о комплексе Большой пальмовой оранжереи. Прекрасно, спасибо большое за увлекательный рассказ. Я думаю, что всем было очень интересно послушать. Обязательно приходите в июне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова